Субтитры предоставил DimaTorzok Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте! Кто поможет пожилым жителям Самары в условиях самоизоляции? Как оценить эффективность санитарной обработки вашего дома? Какие проекты будут реализованы в этом году в Самаре по программе «Комфортная городская среда»? В нашей студии Александр Кузнецов, глава администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Александр Викторович, рад вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Октябрьский район Самары является географическим центром города. Здесь постоянно бывают в гостях жители практически всех других районов. Здесь есть где погулять. Много очень хороших, красивых мест. Жемчужины, безусловно, районы. Это набережная Волги. Сейчас проводится санитарная обработка города. Оцените, насколько она эффективна и как проходит работа? Проводится санитарная обработка различных территорий. В частности, имеются в виду и общественные пространства, имеются в виду и дороги. Их обрабатывают муниципальные предприятия, городские. Плюс к тому, мы следим за тем, чтобы обрабатывались подъезды. Соответственно, согласно постановлению губернатора, ежедневно должна проходить санитарная обработка подъездов. Об этом мы поговорим чуть позже. А вот, скажем так, территория, набережная, улицы, дороги. Вот об этом, если говорить. Улицы, дороги. Мы действительно нужны. Потому что достаточно большой поток людей все равно перемещается. Не все люди находятся на самоизоляции. Целые категории людей имеют право перемещаться по городу. Соответственно, мы должны максимально оградить их от вируса. Поскольку он распространяется воздушно-капельным путем. Соответственно, может оседать на различных поверхностях. Муниципальные предприятия предпринимают меры для того, чтобы их своевременно очищать. Соответственно, у нас, согласно графику, проходит уборка территорий. И, в принципе, жители, те, кто обращал внимание, видят, что ездят специальные машины поливальные, которые сначала смывают с асфальта обычной водой то, что накопилось. Ну, и после этого обрабатывают специальным составом, хлоросодержащим составом. Вы как считаете на это эффективно? Ну, судя по тому, что официальная статистика говорит нам, что темпы прироста заболевших в Самарской области и в Самаре, в частности, ниже, чем в соседних регионах. И в среднем по России. И в среднем по России. Очевидно, те меры, которые мы предпринимаем, дают свои результаты. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, и затем мы продолжим с вами веселье. Пока проверка не грянет, подъезды не помоют. Жители дома номер 271 по советской армии пожаловались главе города в социальных сетях, что управляющая компания ни разу не дезинфицировала подъезды за время пандемии. Специалисты с белизной помыли все дверные ручки и перила только перед визитом главы. Коммунальщики пообещали Елене Лапушкиной, что теперь эту работу будут проводить регулярно. Почему? Действительно, дождались жалобы и только начали подъезды. Но время непростое. Не просто так мы обращались, просто так Роспотребнадзор рекомендации дает. Вы за своими людьми тоже поухаживаете. Но есть в Октябрьском районе и добросовестные управляющие компании. В доме номер 243 по Карлу Маркса дезинфекцию и уборку проводят постоянно. Для этого закупили специальное антибактериальное медицинское средство. Литр метровый, 10 грамм. 10 грамм метров плодей. Это хорошие цены. Мы добавляем белизну, скажем, для того, чтобы... Жители, потому что говорят, да, обработали, ладой облили, им не объяснишь. Говорят, запаха нет, значит, не обрабатывали. Кроме того, самарцы обращались к главе города и по другим вопросам. Так, жители дома номер 184 по Советской армии пожаловались на большое количество бродячих собак во дворе. А жители дома номер 271 на той же улице попросили привести в порядок соседнюю установку общественного транспорта. Елена Лапушкина поручила специалистам Департамента городского хозяйства выполнить эту работу до конца мая. Александр Викторович, оцените эффективность управляющих компаний и ТСЖ в санитарной обработке района. Ведь это частные компании. Как с ними выстраивать работу, чтобы, скажем так, побудить эффективно... Ну, несмотря на то, что это компании частные, мы все живем в правовом государстве, и на них распространяются те правила и требования, которые введены действующим законодательством. Соответственно, с постановлением губернатора, санитарная обработка подъездов, лифтов, мест общего пользования должна проводиться ежедневно. Мы отслеживаем эту работу. Каждая управляющая компания обязана после того, как пройдет санитарная обработка, составить соответствующий акт, который должен подписать кто-то из жителей этого дома. То есть старший по дому, либо старший по подъезду, но просто так это быть не должно. То есть вот убра, помыли, а кто-то должен это заверить обязательно? Ну, специального требования, кто конкретно это должен сделать, нет. Но это должен быть один из собственников жилья в этом доме. Плюс к тому, мы стараемся отслеживать достаточно оперативно эту работу. Иногда люди жалуются, говорят, что у них санитарная обработка не проводилась, потому что они не чувствуют запах хлора. Ну, вот сейчас о чем в сюжете как раз говорилось. Да, как в сюжете уже говорилось. Не все составы хлоросодержащие, плюс к тому запах, он достаточно быстро выветривается. Если у вас утром была проведена эта обработка, соответственно, в обед ее может не быть. Запаха может не быть, но при этом обработка была проведена. Мы собираем сведения с управляющих компаний в ежедневном режиме. В случае, если выявляются факты не проведения санитарной обработки, мы составляем соответствующий акт и направляем в органы, уполномоченные возбуждать дела об административных правонарушениях по этим фактам. Поэтому, если у кого-то не проводится вдруг эта обработка, можно обратиться к нам. Важный момент. Куда обращаться? Я вам конкретный вопрос сейчас задам. Когда мы готовились к программе и анонсировали ее, нам в социальных сетях приходили вопросы. Вот житель вашего района ГАИ-9, УК ЖКС. Я потом вам этот листок отдам. Зовут его Михаил Васильевич. Телефон сейчас не буду называть. Жалуются, что управляющая компания ЖКС, скажем так, дословно не моет полы, нет дезинфекции в подъезде, нет дворников. Итак, куда обращаться вот в этом случае? В этом случае самый простой способ обратиться к нам в администрацию, это можно сделать с любым доступным электронным способом. У нас есть аккаунты в любой социальной сети, плюс к тому можно непосредственно в мои личные аккаунты обратиться. Ну и, естественно, можно позвонить по телефону. Единственное, по телефону вам ответить в рабочее время, а в социальных сетях можно практически с 7 утра до 12 ночи. Мы эту информацию возьмем в работу, свяжемся с вами, и если информация подтвердится, направим соответствующий материал для возбуждения дела об административном правонарушении. А, кстати, насколько серьезно пострадает управляющая компания, по вашей оценке? Ну, вообще, штрафы, которые предусмотрены сейчас, превышают 100 тысяч рублей. Поэтому я думаю, что управляющая компания заинтересована в том, чтобы соблюдать санитарный режим. Ну да, потому что если в одном доме 100 тысяч рублей, штраф в другом, в общем-то, есть, скажем так. Если у нас нет задачи оштрафовать огромное количество врачей компании, мы пытаемся принудить всех к соблюдению санитарного режима. Чтобы они просто качественно выполняли свои задачи. Совершенно верно. Октябрьский район славится не только тем, что это центр города, тем, что там есть где погулять. Это район, где находятся крупнейшие вузы. И вот, ну, в нормальной ситуации, не в ситуации самоизоляции, это такое место молодежной тусовки, в хорошем смысле этого слова. Он очень динамичный, очень яркий, на самом деле. Там можно встретить много молодежи, умный, интеллигентный, интеллектуальный. Вот сейчас, в этих условиях, как вы оцениваете самодисциплину жителей района в условиях самоизоляции? Ну, нужно сказать, что у нас учатся не только жители нашего района. У нас порядка 50 тысяч студентов учатся в вузах на территории нашего района. Ну, это город практически маленький, да? Практически, да. Сейчас они все переведены на дистанционное обучение и учатся, по сути, по месту жительства. У нас порядка 8 тысяч человек жило в общежитиях. Сейчас большая часть из них разъехалась. Осталось около тысячи иностранных студентов, которые, ну, в силу очевидных причин, не могут выехать на место своего постоянного проживания в других государствах. Поэтому для них создаются условия, которые позволяют им обеспечить самоизоляцию и обеспечить должный уровень проживания. Соответствующие меры также принимаются администрациями образовательных учреждений для того, чтобы не допустить распространения инфекции. Ну, и на данный момент у нас каких-либо очагов, слава богу, нет. В любом случае, действительно, у нас самый, наверное, студенческий район. Студентов много. Ребята все креативно, интересно, участвуют в различных мероприятиях, в том числе и которые администрация проводит. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда, наконец-то, у нас этот режим будет снят и ослаблен, чтобы мы могли снова начать сотрудничать. А, кстати, по вашим оценкам, вот жители постарше, насколько они соблюдают режим? Вы же перемещаетесь по району, вы просто вынуждены это делать в силу ваших служебных обязанностей. Вообще много вот, ну, праздно шатающихся, что ли, у людей бы так сказал? К сожалению, достаточно много. Я думаю, что одними административными мерами эту проблему нельзя решить. Да, безусловно, и полиция работает, и система оповещения работает. Мы огораживаем детские площадки, скверы, парки сигнальными лентами для того, чтобы избежать скопления людей. Но если каждый человек сам не задумается о своем будущем, о будущем своих близких, конечно, он поставит под угрозу их жизнь и здоровье. Потому что заразиться инфекцией в случае, если вы будете контактировать с болеющим человеком, достаточно просто. Какие будут последствия, как конкретно будет инфекция развиваться в вашем организме или в организме ваших близких, никто заранее не скажет. Поэтому по возможности лучше оставаться дома. Октябрьский район – один из старейших в городе. Он был образован 26 августа 1939 года, тогда назывался «Сталинский». Современное название получилось, не ошибаюсь, в 1962 году. То есть это район с давней историей. В этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Сейчас пожилые люди оказались в особенно сложной ситуации, в опасной ситуации в районе. Есть возможность им помогать? Эта работа выстроена во всей вертикали муниципальных и государственных органов Самарской области. У нас, ну, во-первых, мы знаем всех наших ветеранов и участников войны, отслеживаем те сложности, которые у них возникают. Мы с ними находимся на связи. В случае, если у кого-то возникает необходимость в том, чтобы принести продукты, помочь купить их, купить лекарства, переоформить транспортную карту, или возникают еще какие-то сложности, у нас действует волонтерский центр. И люди с соблюдением специальных санитарных правил, с соблюдением тех требований, которые до нас доведены, они эту работу проводят и помогают им. Ну и плюс к тому, мы стараемся поднять и моральный дух наших ветеранов. Сейчас мы начали вместе со школьниками, которые находятся на дистанционном обучении, с теми, у кого есть свободное время и желание поздравить ветеранов, мы делаем это онлайн. Проводим видеоконференции, где дети поют, читают стихи и поздравляют участников и ветеранов войны. А затем это каким образом доносится до ветеранов? Они это наблюдают онлайн через монитор, планшеты или ноутбука. То есть это адресные поздравления конкретных ветеранов, конкретными школьниками, которые происходят. Ну, каждый у себя в квартире поет песню, поздравляет. В принципе, можно посмотреть у нас в ВКонтакте, в Инстаграме пример таких поздравлений выложен. А контакты где можно найти в ваших волонтерских центрах? Или вашего волонтерского центра, точнее. Этот центр, он у нас организован на уровне города. Можно обратиться по телефону 998-6707. Это горячая линия помощи, которая предназначена как раз для инвалидов, для людей старше 60 лет, которым сложно самим в условиях самоизоляции приобретать продукты, которым нужна помощь по доставке необходимых вещей. Можно обратиться и связаться с нашими волонтерами. Номер еще раз повторите, пожалуйста. 998-6707. Александр Викторович, такой вопрос может быть неожиданный. А есть возможность помогать врачам? Они ведь сейчас оказались, ну, пожалуй, в самой сложной ситуации. Они постоянно работают с людьми больными и риск заразиться наиболее сильный. Ну, мы, безусловно, работаем и с врачами, потому что мы в целом органы местного самоуправления вместе с системой здравоохранения проводим работу по установлению людей, которые либо приехали из других регионов или из других государств. Тех, кто находится на самоизоляции двухнедельной по прибытию, мы помогаем врачам транспортом, ну и в целом всегда находимся в контакте. Эта работа организуется совместно для того, чтобы скоординировать наши усилия. И в случаях, когда им нужна какая-то дополнительная помощь, мы тоже стараемся усилиться. Ну и, как показывает практика, у нас сейчас такой резкой вспышки, как могла быть, нет. Я предлагаю посмотреть еще один сюжет, и затем мы продолжим нашу беседу. Сотрудник управляющей компании Николай Бамбурин вместе с коллегами вышел на весеннюю уборку в одном из дворов на Советской Армии. Говорит, настроение отличное, горы готов свернуть. В организации он работает 10 лет и всегда с радостью участвует в весенних месячниках по благоустройству. Ну, конечно, приятно жителям, чтобы после весеннего тайния навести порядок и чтобы в нашем поселке связи была чистота и порядок. В начале этого месяца губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов начать уборку территории раньше обычного из-за наступления ранней весны. Соответствующее постановление подписала и глава Самары Елена Лапушкина. Месячник по благоустройству в городе стартовал 16 марта. Присоединился к нему и Октябрьский район. Убирают улицы и муниципальные организации, и управляющие компании, и ТСЖ. Сейчас коммунальщики ворошат снег и подбирают мусор. Затем они будут обрезать сухие деревья и сажать новую зелень. Это же лицо Самары вообще-то. Поэтому я считаю, что надо все делать качественно, собирать и чтобы народ не жаловался. Итак, месячник по благоустройству. Вот в условиях самоизоляции как он изменился? Потому что понятно, что рассчитывать на помощь людей, к сожалению, невозможно. Хотя я вот, например, сейчас с удовольствием поработал на улице. Традиционно у нас проводились всегда в апреле субботники, средники. Люди сами активно выходили с удовольствием, помогали убирать территорию вокруг своих домов. Мы также привлекали и сотрудников предприятий, и студентов. К сожалению, в этом году требования по самоизоляции внесли свои коррективы, и месячник проводился силами специализированных организаций. Но, тем не менее, хочется сказать, что подавляющее большинство тех работ, которые мы должны были выполнить, они были выполнены. Мы продолжаем работать, потому что, в принципе, всю весну мы готовимся к лету, все лето мы готовимся к осени, поэтому у нас плавно уборка переходит в покос, дальше в восстановление асфальтового покрытия, производство прочих работ. Поэтому в плановом режиме мы эту работу продолжаем. А что, вот, вы считаете, еще нужно сделать во время месячника по благоустройству? Что еще необходимо закончить обязательно? Ну, у нас осталось несколько территорий, где мы продолжаем вывозить мусор, который остался после самостоятельной уборки гаражей жителями. К сожалению, не все жители увозят вместе с гаражом и то имущество, которое в нем хранилось. Поэтому мы продолжаем его убирать, вывозить, но оно периодически, спорадически появляется в разных местах района, поэтому, я думаю, эта работа будет точно так же продолжаться. А как привлечь управляющие компании к месячнику по благоустройству? Потому что с ТСЖ это, наверное, проще. Это как бы объединение жителей, они сами заинтересованы в том, чтобы жить в чистоте, а вот управляющие компании, это как бы вопрос такой более сложный. Управляющие компании, они точно так же пришли работать для того, чтобы в первую очередь помогать жителям. И если они не будут правильно выполнять свои обязанности, жители просто перевыберут управляющую компанию и поменяют на ту, в чьи работа их будет устраивать. В целом у нас каких-то сложностей с подавляющим большинством управляющих компаний нет. Территория, которую они должны обслуживать, либо закреплена в соглашении о санитарном содержании, которое мы подписали по каждому конкретному дому, или же, если такое соглашение не было подписано в соответствии с правилами благоустройства, утвержденными городской думой. Поэтому за неуборку этой территории они также могут быть привлечены к ответственности. Но мы, опять же, призываем их быть социально ответственными и где-то, наоборот, постараться больше расположить к себе людей, сделать чуть больше, чем они могли бы, для того, чтобы в целом наш город стал чище и среда обитания у людей стала лучше. Жизнь обязательно вернется в обычное русло. Понятно, что пандемия не может продолжаться вечно. И, соответственно, нам нельзя останавливать развитие города. Комфортная городская среда. Программа важная, программа известная. В этом году какие проекты предстоит сделать в районе, вот в рамках КГС? В рамках КГС в этом году мы сделаем три двора. Плюс к тому у нас порядка 23 тысяч квадратных метров асфальта будет заново уложено. То есть полностью будет сниматься слоя асфальта. Я имею в виду дворы, это будет работа проводиться во дворах. И порядка 2,5 тысяч квадратных метров мы сможем отремонтировать картами. Ну, то есть ситуация, когда вырезается квадрат там, где была яма, и закладывается новое асфальтовое покрытие. Житель улицы Гаражная, 16, Нина Васильевна Предвечная, она звонила нам до начала программы и сказала, что подавали документы на благоустройство двора и детской площадки по программе «Комфортная городская среда». И вот хотят узнать, будет ли благоустройство, и когда, и вообще, вот куда обращаться с жителем Самары, кто хочет, ну, скажем так, чтобы их территория вошла в эту программу. Программа федеральная, аналогичная программа сформирована на уровне субъекта Российской Федерации, поэтому существует определенная очередность. Непосредственно по Гаражной, 16, мы с жителем свяжемся, после передачи проговорим, какое место в очереди они занимают, если действительно заявка была принята, к сожалению, на память не помню. И постараемся в случае, если не в рамках КГС, а в рамках какой-то другой программы. У нас есть также конструктор. Александр Ильич, прошу прощения, у нас есть звонок в студию, а времени осталось не так много. Алло, говорите, здравствуйте. Здравствуйте, можно вопрос задать? Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Ольга. Да, говорите. У меня вот какой вопрос. Улица Метерева, 12, у нас в доме не обрабатываются подъезды, хотя мы знаем, что вроде как по городу дисфекция идет, но вот почему-то в нашем доме она не проводится. И сразу же второй, если можно, Метерева, 14, это вот как бы наш двор, соседний дом, у нас контейнерная площадка там, рядом, и она очень неблагоустроенная, там бегают крысы, все время очень много мусора, вот можно каким-то образом эту ситуацию решить? Спасибо. Александр Ильич, полтора минуты буквально. Да, спасибо, Ольга. По поводу санобработки подъездов, я буквально вот выйдя отсюда смогу сказать, когда проводилось, то есть мы акты поднимем, я так понимаю, мы с вами сможем связаться каким-то образом. Чтобы вам представить, проводилась обработка или не проводилась, по поводу дюртизации контейнерной площадки, тоже завтра займемся этим вопросом. Ну что ж, к сожалению, время программы нашей подходит к концу, и еще раз напомните в конце, куда обращаться, какие телефоны, если не убирают, если жители считают, что, скажем так, управляющая компания не дорабатывает, плохо чистит, плохо моет, вот это важен момент. По всем вопросам работы управляющих компаний ТСЖ лучше всего обращаться в администрацию района, даже если это не будет относиться к нашей компетенции, мы сможем или вас сориентировать, или как-то выступить в ваших интересах перед другими государственными и муниципальными органами. То же самое касается и придомовых территорий. Ну что ж, спасибо за интересную и содержательную беседу. Надеюсь, мы с вами увидимся еще не один раз вновь, потому что, ну, вирус, надеюсь, мы победим, и поводы для беседы будут более интересные и более приятные. Спасибо большое, до свидания. Напоминаю, моим собеседником был Александр Кузнецов, глава администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. Берегите себя, сидите дома и удачи в делах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова